Приветствую вас и если говорить о реальной помощи, то вам рекомендую отпустить, начать пускать ваши негативные переживания, негативные эмоции, обиды, злость и ненависть. Происходит это с вами потому, что вы не обладаете пониманием того, во-первых, почему произошла трещина. То есть вот вы пишете, что с мужем были серьезные проблемы, но вы их улаживали, но поскольку проблемы возникали вновь, то вы, видимо, не смогли их уладить до конца, не смогли их уладить окончательно. В результате шефа эти проблемы дали о себе знать еще раз, они появлялись вновь и вновь. И тут появилась другая женщина, которая показала мужчине, что с ней у него этих проблем не будет. И судя по тому, что он доставор с ней, судя по тому, что он с вами развелся, это отчасти действительно так. Если вы его любите, то желаете ему счастье. Спросите себя, спросите себя честно, посмотрев на своего мужчину. Он счастлив? Если он не счастлив, отпустите его и живите своей жизнью. Ослаживайте свою личную жизнь. Попробуйте встретиться с мужчинами. Попробуйте найти нового мужчину, другого мужа, лучший, который не предаст вас. Если вы не можете отпустить, значит, вам, ваш бывший муж, до сих пор для чего-то нужен. Для чего-то он вам нужен, необходим. Какие-то свои желания через него вы реализуете, ну, пытаетесь реализовать. Почему? Потому что по-другому не умеете. У вас нет других средств, другого способа реализовать свои желания, кроме как через вашего мужа. И именно поэтому у вас ненависть и злоба. Второй важный аспект включается в том, что вы воспринимаете его развод, то есть, ну, да, его развод с вами, то, что он вас бросил, как личный удар себе, как личное оскорбление себе. Но правда в том, что если мужчина бросил вас, да еще и с дочерью, значит, он откровенно чувствовал, что не может быть с вами. Ему было неприятно, ему было больно, и все к этому шло. Вам нужно отходить от восприятия поступка мужчины как личное оскорбление. Мужчина не хотел оскорблять вас. Точнее, у него это не стояло в приоритете. Приоритете у него было организовать свое шерсть. И он это сделал. А вы думаете, что он как-то обидел вас. Так вот, нужно понять, что все действия мужчины направлены на себя. А вы, вы воспринимаете их на свой счет, по стольку, поскольку чувствуете, может быть, где-то свою вину. Может быть, где-то вы боитесь, сомневаетесь, а вдруг это вы подпособствовали тому, что это произошло. И вот до тех пор, пока вы боитесь, у вас имеется ненависть и злоба. Нужно перестать бояться, раскрыть свои страхи, извлечь опыт, получить правильное понимание ситуации. И начать, в первую очередь, нужно с того, чтобы прорабатывать ваши первичные и серьезные проблемы. Отпустить отношения с мужем вообще, в целом. И жить дальше. Для того, чтобы отпустить отношения с мужем, нужно прорабатывать их. Ведь развод – это психотравма. Вам тяжело морально, тяжело физически. Вы не имеете никаких сил для того, чтобы жить дальше. Привычный уклад жизни разрушился, но вы еще не построили, что потеряны вверх себя. Но дочери, вашей дочери, нужна счастливая мама, а не та, которая ненавидит и злится. Поэтому хотя бы ради нее, ради своей дочери, постарайтесь встать на новый, правильный путь. Исправление ваших ошибок и путь к новой жизни. Отвечая на ваши вопросы, как себя вести, как вам себя вести, объективно, у мужчины есть полное право навещать свою дочь. Этого запретить вы ему не можете. Поэтому вести вам нужно себя ровно так, чтобы обеспечить ему свидание с дочерью. Все. То есть вы не имеете, так сказать, оберенности, вы имеете полное право с ним не общаться. Если вам тяжело. Вы можете дочь к нему привезти, или он сам придет. Когда он приходит, вы просто выходите. На его вопрос, почему, ну лучше всего будет сказать честно. Честно о том, что вы не можете с ним находиться рядом. Вам тяжело. Все. Но ни криками, ни руганью, ни выяснением отношений ничего не добиться. Наоборот, если вы его любите, покажите ему свой позитив, если хотите, если сможете. Ну, вообще-то говоря, вы сможете это сделать, если проработаете все свои обиды. Покажите ему свой позитив, покажите ему свой настрой, покажите ему доброжелательность. И вообще говоря, если вы хотите его вернуть, из вашего сообщения не очень понятно, хотите вы его вернуть или нет. Но, если хотите, то дайте ему почувствовать, что вы именно та женщина, с которой он когда-то хотел быть, которая когда-то была для него единственной, которая когда-то была для него самой лучшей. Для этого надо вспомнить, что ваш мужчина любит, что вашему мужчине больше всего нравится, ну и так далее. Постарайтесь это ему дать, и это хотите его вернуть. Но сделайте это для него, не для себя, не для того, чтобы его вернуть, а для него. Но, если вы сделаете что-то для него, это будет искренне, это будет от души, от сердца. И это поможет вам показать мужчине, что вы, вообще-то говоря, до сих пор являетесь, ну, когда-то его самой любимой женщиной. Если у него чувства к вам остались, то вы можете вносить ему вновь, то вы его счастливы, и он к вам вернется. Другое дело, что проблемы, которые у вас были, они ведь по сути никуда не учитывают. Если их не разрешить, то, к сожалению, они вернутся, могут они вернутся еще с большей амплитудой, еще с большим размахом. И, чтобы этого не было, нужно их разобрать. И, в первую очередь, разобрать их с вами, чтобы они вас не сжигали, чтобы они вас не мучили, чтобы вы от них освободились и смогли дальше жить свободно. Хотите? Пытайтесь вернуть вашего мужа, в этом мы вам поможем, скорректируем ваше поведение, выработаем протегию, может быть, по возвращению мужа. Хотите жить дальше? И в этом вам поможем. Для этого нужно научиться доверять себе, для этого нужно жить для себя, учиться жить для себя. Для этого нужно, как бы, озаботиться наличием личных границ и так далее. Все решаемо, главное, ваше желание что-то делать. Но помните, что однозначно, совершенно определенно, реагировать негативно и копить в себе обиды, это путь в никуда. Это путь деструктивный, не только для вас, но и для вашей дочери, к сожалению. А что делать, решать вам? На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...